Ну что, друзья, Google забанил аккаунты всех российских федеральных каналов, а значит, Роскомнадзор с 99% вероятностью забанит YouTube в самое ближайшее время. Круговорот банов в природе. Если вам нравится тот контент, который вы постоянно находили на этом канале, подписывайтесь на мой Телеграм, потому что на данный момент это, пожалуй, единственный способ остаться на связи. Привет, просветители! А помните то счастливое время? Буквально месяц назад, когда главной новостью был скандал на Олимпиаде в женском фигурном катании. Как будто бы в прошлой жизни. Еще тогда я хотел снять ролик на эту тему. Нет, не о допинге и политических играх. Но сами понимаете, вышестоящие инстанции решили немного по-другому. И вопрос «Дети и взрослый спорт» отошел как-то на задний план. Но вот как раз сейчас, чтобы отвлечься от всех все более и более потрясающих новостей, мне кажется, эта тема просто отлично подойдет. Если включать соревнования по фигурному катанию раз в 4 года, на Олимпиаде. И болеть не за конкретных спортсменов, а исключительно за флаги рядом с фамилией. Хотя в случае наших атлетов на двух последних зимних Олимпиадах болеть за флаг был проблематично. Может сложиться впечатление, что вообще никаких проблем в этом виде спорта нет. Судите сами. Олимпиада в Сочи. Главные звезды Юлия Лепницкая и Адалина Сотникова. Две золотые медали. Корея. Алина Загитова и Евгения Медведева. Золото и серебро. Уже не даже два серебра. Пекин. Анна Щербакова и Александра Трусова. Первые две ступени пьедестала. И это еще не будем забывать, что пережила Камила Валиева. И если просто считать медальки, чем очень часто и занимаются проходящие сезонные болельщики, может сложиться впечатление, что все просто потрясающе. Бесконечный конверт чемпионок. Но если действительно следить за этим видом спорта, или почитать соответствующий тред в заблокированном уже твиттере, всплывут и постоянные травмы, и анорексия, и проблемы со взрослением, и весьма вспорные взаимоотношения ученик-тренер. Но не волнуйтесь, я сегодня не буду перетряхивать чужое грязное белье. Этот ролик не об этом. Мне хочется поговорить о том, как женское фигурное катание по факту превратилось в детское. И сделаем это сразу же после сообщения от спонсора. У баснописца Ивана Андреевича Крылова было много способностей. Знал пять иностранных языков, играл на скрипке, купался в Неве зимой. Но главным увлечением Крылова была еда. Его современник Вяземский вспоминал. За один обед Иван Андреевич поглощал немыслимое количество пищи. Три тарелки ухи, два блюда пирожков растягает, несколько телячьих отбивных, половину жареной индейки. На десерт горшок каши. Думаю, если бы в то время у Крылова был еще и промокод Остапа в приложении доставки еды Фудбенд, он бы мог съесть еще больше. Ну и сэкономил бы точно. Большая скидка Фудбенд вообще на все заказы. Доставка по всей Москве и круглосуточно. А в меню яство на любой вкус. Крылов бы оценил. Много пиццы из итальянской печи. И классика типа маргариты. И острое, и изысканное с креветками. Большие сеты роллов с лососем или унаги. Поки с рыбкой или креветками. А еще много лапши, паттай, вока и других азиатских блюд. Это вообще удобно. Особенно если вы любите пиццу, а рядом с вами фанат поки или роллов. Или вегетарианцы, для них тоже много всего. Вот, баклажанчики. В Фудбенд снова включили промокод Остапов. Это хорошая скидка до 25% на все блюда и все заказы. Кстати, для предпринимателей отдельная новость. У Фудбенд есть франшиза, и они готовы принять свою сеть предпринимателей в регионах. Фудбенд предоставит все необходимое. Сайт, приложение для заказов, обучение поваров. Чтобы пицца всегда была вкусной. В первую очередь ребята ищут партнеров в городах Подмосковья. Вот они. Вы покупаете франшизу, усердно трудитесь, и на второй год можно зарабатывать до миллиона в месяц. Подробные цифры про рынок доставки еды и количество инвестиций смотрите на сайте по ссылке в описании. Ну а кто просто хочет быстро и вкусно поесть сейчас, кликайте по ссылке в описании или вводите промокод Остапов. Приятного аппетита! Просто задумайтесь, ни одна из наших предыдущих чемпионок даже не рассматривалась для участия в следующих играх. Ни одна. Главной фавориткой на победу в женском одиночном катании в этом году была 15-летняя Камила Валиева. 15 лет. Можно сказать, что это просто уникум, но сколько лет было Загитовой, Олипницкой? Ну, это особенности вида спорта. Возразите вы. Но почему мы тогда этого не видим в мужском фигурном катании? Тот же вид спорта. Вы 15-летнего олимпийского чемпиона мужчину можете представить? А чтобы всем призерам мужчинам не было и 20-ти? Из топ-10 фигуристок Олимпиады в Корее только одна. Обратите внимание на этот факт. Одна планировала выступать в Пекине. А что у мужчин? 6 из 10. Возможно, стоит задуматься, куда делись спортсменки-долгожители? Катарина Витт, Мишель Кван, Ирина Слуцкая, Мауа Сада, Каролина Коснер. Да, и раньше мы наблюдали очень молодых спортсменок. Ту же Тару Липинский в 98-м году. Но в настоящий момент других попросту нет. Фигурное катание в этом плане не уникальный вид спорта. То, что мы наблюдаем сейчас, удивительное повышение сложности, чего только стоит 5 четверных Саши Трусовой, и какое-то просто дикое омоложение, в свое время пережила и спортивная гимнастика. И эта погоня за сложностью и молодостью едва не убила этот вид спорта. Вот Вера Чеславская, чехословацкая гимнастка, абсолютно олимпийская чемпионка 64-го и 68-го года. А это Ольга Корбут, советская гимнастка и главная звезда Олимпиады в Мюнхене. Просто сравните их фотографии. Именно с выступления Ольги Корбут в 1972 году и началась история современной спортивной гимнастики. Виды спорта с огромной сложностью, постоянными травмами и детьми. Возможно, вы видели в социальных сетях вот это упражнение Ольги на брусьях – знаменитая петля Корбут. Корбут же первой в мире выполнила и сальто на бревне. Если до выступления белорусской спортсменки гимнастика была скорее балетом на помосте, не случайно олимпийскими чемпионками становились и после 30-ти, и даже рожавшие женщины, то после трех золотых медалей Корбут спортивная гимнастика по факту перестала быть женским видом спорта. Тренеры очень быстро поняли, что сложнейшие элементы гораздо проще разучивать с детьми, даже не подростками. Маленький рост, вес, полное доверие тренеру. После Олимпиады Ольга Корбут стала самой популярной спортсменкой в мире. Ее имя настолько гремело, что во время Холодной войны с ней встретился президент США Никсон. Советскую спортсменку пригласили в Белый дом. Это вообще было неслыханно. Спортивные комментаторы предрекали ей долгую карьеру. Еще бы, она же была на острие прогресса. Люди не могли поверить, что человеческое тело в принципе способно на такие вещи. Но спустя всего три года Ольга Корбут в свои 20 лет оказалась ветераном. Да, а буквально через 10 лет журналисты начнут спрашивать уже 17-летних девушек, а не пора ли им заканчивать со спортом, ведь они слишком старые. В 17-е лет Корбут оказалась ветераном, не способным конкурировать по сложности с девочками, созданными по ее подобию. В 1975 году лучшей гимнасткой планеты становится румынка Надя Каменечи. Внимание, титул чемпионки Европы она завоевала в 13 лет. Через год на Олимпиаде она же буквально уничтожает советскую команду с Ольгой Корбут во главе и завоевывает три золота. И становится первой спортсменкой, получившей идеальный балл на Олимпиаде. 10. В 14 лет. Ольгу Корбут в Мюнхене фанаты за ее миниатюрный рост прозвали «воробушком из Минска». Хотя на самом деле она из Гродно. Но посмотрите, кого привезли советские тренеры спустя 4 года для борьбы с румынками. Это Мария Филатова. Напомню, это не соревнования юниорок, не кубок «Папа, мама, я спортивная семья». Это Олимпийские игры. Взрослым в этом виде спорта места просто не осталось. За очень-очень редким исключением. Проходит всего 2 года, и уже Надя Каменечи вдрызг проигрывает советским гимнасткам. Еще бы, ей 16, она выросла, набрала вес, она больше не ребенок. А значит, не лучшая гимнастка мира. В 1978 году чемпионкой становится Елена Мухина. Именно она усовершенствовала сложнейший элемент, когда-то сделавший звезду из Ольги Корбут. Была петля Корбут, стала петля Мухиной. Опять проходит всего 2 года, и абсолютной чемпионке мира Елене Мухиной не находится места в советской команде. Появились новые гимнастки. Поток 13-леток, способных блеснуть один раз, не прекращался. Несмотря на травму Лены, у нее едва зажил перелом, тренер заставляет ее тренироваться. Надо же выжить последней соки из спортсмена. Боль, слезы, золотая медаль. И буквально за несколько дней до открытия Олимпиады в Москве Елена получает страшную травму и оказывается прикованной кровати до конца своей жизни. Приблизительно в это время истерия погони за молодостью доходит до своего пика. Официальные лица начинают понимать, что ситуация, когда на гимнастическом помосте соревнуются по факту дошколята, ну, выглядит как минимум странно. И немного повышают предельно допустимый возраст. Больше никаких 14-летних олимпийских чемпионок. Остановило ли это тренеров и спортивных чиновников из Советского Союза и Румынии? Я вас умоляю. Можно же просто документы подделать. Вот абсолютная чемпионка мира 81-го года Ольга Бичарова. А это чемпионка мира на бревне 85-го года из Румынии Даниэла Селиваш. Сразу же видно взрослые девушки. Спортсменок уже не пытались уберечь от взросления и страшного пубертата. На соревнования просто отправляли детей. Дальше всех пошла Северная Корея. Знакомьтесь, Ким Гван Сук. Чемпионка мира на брусьях 91-го года. В течение трех лет подряд спортивное руководство КНДР утверждало, что ей 15 лет. Три года возраст спортсменки по документам не менялся. Выступать могут 15-летки? Вот вам 15-летка. И ничего, что у нее молочный зуб только выпал. Это если что не шутка. Она реально выступала без переднего зуба. Абсурд? Безусловно. Но медаль-то своей стране приносила. Но вернемся к аналогиям современным фигурным катаниям. Так как Советский Союз бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе, рассмотрим сборную Румынии. Вторую по силе команду середины 70-х до начала 90-х. С 1976 года по 92-й всего две спортсменки участвовали в двух Олимпиадах. Для остальных карьера ограничилась одними играми. Ничего не напоминает Медведева, Лепницкая, Загитова. А что, собственно говоря, не так? Ну, соревнуются дети во взрослых турнирах. И что? Кому плохо-то становится? Если бы речь шла о раннем старте карьеры, ее дальнейшем продолжении, это другой вопрос. Когда люди видят 14-летнюю спортсменку, выполняющую четверной прыжок, реакция обычно «Ничего себе, она уже!» Но современный спорт доказывает, что не она уже может выполнять сложнейшие элементы, а она все еще способна на это. До тех пор, пока ее тело не начнет серьезно меняться. И мы не говорим о нарушении режима и пончиках перед сном. Нет. Тело подростка должно по законам природы перестраиваться. Это абсолютно нормальный и естественный процесс. Но вот тут и приходят тренеры и спорт высших достижений. Девочку пытаются оставить в селе подростка лет 13, потому что выполнять все эти квады взрослой женщине в разы сложнее, если вообще возможно. Тут же порой подключаются расстройства пищевого поведения, потому что некоторые спортсменки, пытаясь остановить нормальный процесс взросления, порой просто отказываются от еды. То, что было легко в 13, становится порой невозможно в 17. Сравните российских гимнастов и гимнасток. Мужчины становятся сильнее, крупнее, а женщины? Кому-нибудь в голову придет в сборную России включить 15-летнего парня? Что-то я сомневаюсь. У него еще просто недостаточно мышечной массы. Его тело еще не развилось до конца. А что мы видим у девушек? Огромный всплеск интереса к спорту всегда связан с Олимпийскими играми. Я вижу на экране красивых людей на пьедестале. Я мечтаю о таком же будущем для своего ребенка. И вот тут фигурное катание и гимнастика и готовят ловушку для родителей. Музыку. Красивая девочка-пушинка под прекрасную музыку Чайковского. Прыг туда, прыг сюда. Понятно, что это труд, но создается некая иллюзия воздушности, легкости, той самой женственности. А значит подойдет для девочки. Но по факту это убийственно сложные виды спорта с огромным количеством травм и очень узким окном для выступлений. Ну, есть ты девушка. У большинства фигуристов и гимнастов есть шанс перекрыть неудачное выступление на Олимпиаде. Карьера одними играми вряд ли ограничится. А уж если мы говорим о каком-нибудь теннисе, биатлоне или лыжах, там карьера вполне может длиться гораздо больше 10 лет. Фидерер, Надаль, Бьерн Даллин, Йо Хаук. В женском же фигурном катании в наше время большинство спортсменок, я думаю, отлично понимают. Если не сейчас, то никогда. На смену уже спешат новые дети. А теперь просто попытайтесь прочувствовать тот уровень стресса, который испытывает по факту ребенок. Который не видел ничего, кроме тренировок. И вот если он сейчас не выдаст результат, то все, другого шанса не будет. А потом у зрителей возникают вопросы. Ой, а что это за истерика? А что это нас травмой тренировалось? Следующий момент. Подросткам гораздо проще управлять и, давайте признаем, манипулировать. Вряд ли 40-летний Фидерер позволит тренеру видеть из себя веревки или уж тем более оскорблять. Он знает себе цену. В конце концов, он просто взрослый человек. Если же речь идет о 15-летнем подростке и взрослых дядях и тетях, от которых целиком и полностью зависит твоя карьера и главная мечта жизни, власть и способность принимать решения явно не на стороне спортсмена. А когда человек взрослеет и начинает осознавать, что ты здесь абьюзом попахиваешь, карьера-то по факту уже завершена. Тебе вот-вот 18. Наслаждался ли я финалом женских соревнований в Пекине? Безусловно. А уж четверные Саши вообще история. Но я постоянно ловил себя на мысли, что я смотрю какой-то чемпионат мира среди юниоров. А это, простите, все же не то. Я болельщик со стажем. Я люблю спортсменов, а не медальки в командном зачете. Я с Фидерером с 99-го года. Мне интересно смотреть за развитием взрослого человека, а не вспышкой на два года. При всем моем громадном уважении к нашим чемпионкам Сочи, Кореи и Пекина, но меня гораздо больше вдохновляют истории Катарины Витт, выступавшей и в 84-м, и в 88-м, и в 94-м. Или Ханю. Но, с другой стороны, медали-то вот они. А то, что чемпионка в 18 лет уже с подорванным здоровьем и по факту завершенной карьерой, ну, и сдержки производства. Не забывайте подписываться на Телеграм. Ссылка в описании.